Всем привет! Буквально несколько дней назад БистВ рассказывала вам о том, как завершить карьеру специалиста по информационной безопасности. Сегодня же мы разворачиваемся на 180 градусов и покажем молодежь, которая со всех ног стремится пополнить ряды специалистов по ИБ. В конгресс-центре МТУСИ 28 апреля РИСК проводит финал третьего кейса чемпионата по информационной безопасности. В отборочном туре приняло участие более 100 команд из 7 городов России, но до финального тура добрались лишь 7 коллективов. Кто лучше разберется с заковыристым кейсом и достойнее других защитить свое решение перед жюри, станет известно уже совсем скоро. А пока давайте посмотрим заходом событий и узнаем у жюри кое-какие подробности. Видно, что знания такие есть, знания и уже требования регуляторов, требования законодательства. Видно, что разбираются, какие средства защиты существуют, как их применять в той или иной степени. Проблема была в том, что команда невнимательно прочитала задания отборочного тура, и там ставилось два основных вопроса. Это оценить возможность компрометации своей инфраструктуры, и второй – принять меры по ее защите. Если второй более-менее команду выполнили, то вопрос первый поставил затруднения многие команды. И они начали углубляться в какие-то другие совсем задания, погружаться в математику, погружаться в какие-то требования регуляторов и так далее, и так далее. Но не смогли оценить то, что было в вопросе задано. Задание было практическое, в общем-то, да, оно основывалось на все-таки опыте специалистов по информационной безопасности. Студентов, конечно, мало такого опыта, безусловно, они больше были теоретическими знаниями, вот, и отсутствие этой практики, конечно, не позволило в полной мере погрузиться в это задание, да, конечно, с опытом все придет. Итак, участники чемпионата – это команды Scrum Team, SpecSec, InfoSec, OffSec, Imposecure и команды Кирпич и Брэд Хантин. Кого же из них суровое жюри сочло достойнейшим из достойнейших? Узнаем уже сейчас. Итак, победитель кейс-чемпионата – это команда Брэд Хантин. Мы поздравляем ребят с заслуженной победой, и теперь, когда основная интрига осталась позади, мы перейдем к не менее интересной части и заглянем с вами в будущее. Участники чемпионата – это студенты и аспиранты, которые уже через несколько лет с головой окунутся в жизнь отрасли. Это именно им предстоит делать информационную безопасность и трансформировать ее в соответствии со своим видением. Давайте же узнаем, что молодежь хочет сбросить с парохода современности, а кого из современных мастеров вознести на пьедестал. Есть ли уже опыт работы в сфере информационной безопасности? Есть небольшой опыт. При нашем УЗИ работаю в следующем лаборатории информационной безопасности. Что бы ты из принятых уже традиционных методов и способов работы изменил бы в корне, а что оставил так, как есть? Ну, наверное, применил бы какой-то проектный подход, а-ля типа скрам. Он дает высокую степень эффективности за меньшее количество времени, не создает суматохи, упорядочивает всю работу. Начинал я с маленькой компанией, работал я НИБшником, собственно говоря. Через некоторое время я попал в ЛК. Сейчас у меня уже непосредственно, то есть я непосредственно работаю в сфере безопасности, работаю в сфере сертификации и средозащиты информации. Обеспечение информационной безопасности сейчас привлекается большое количество людей, которые когда-то работали в силовой структурах. Они имеют очень мощный бэкграунд, но все-таки он немножко закостенел. То, что хотелось бы все-таки поменять. То есть больше привлекать, мол, свежую кровь, молодую кровь и программистов, айтишников, администраторов. Я работаю в стартапе компании DT Act. Мы занимаемся аудитом и консалтингом информационной безопасности и также разработкой продуктов. В данный момент сохранилось стремление к бумажной безопасности и соблюдение формальных каких-то требований из документов и нормативов, принятых на предприятиях. И мне кажется, стоит стремиться именно к практической реализации информационной безопасности так, чтобы она была не только на бумаге. Зная такую бумажную информационную безопасность, более-менее в ней ориентируюсь. Ну и немножко ручками работал, практически какие-то знания тоже. Есть проблема, что не учитывается человеческий фактор. Многие системы, они уязвимы именно из-за человека. Одно из моих видов деятельности является получение сертификатов по различным продуктам информационной безопасности для поддержания деятельности в дистрибуции. Нужно обучать людей, нужно показывать им различные тенденции, предупреждать их. Большинство молодых безопасников рушат миф о том, что айтишники – это замкнутые люди в свитерах, которые сидят в серверах. Мы общаемся, мы настраиваем связи в компании и за ее пределами. Знаешь ли ты кого-нибудь из современных светил информационной безопасности? Там блогеры, спецэксперты? Вспоминается сразу шляпа Алексея Лукацкого. Наверное, его. Остальные. Фамилии говорящие, но особо я их не читаю. То есть я не очень люблю читать какие-то блоги. Мне больше нравится работать с какой-то такой академической литературой. Естественно, и Лукацкого, и Комарова я знаю, остальных, честно говоря, не знаю. Часто читаю Лукацкого, антималвер, мне нравятся их подборки и обзоры. Блог 80 на 20 – это Андрей Прозоров. Считаю, что очень доступно, красиво, правильно подает информацию по информационной безопасности. Алексей Лукацкий. То есть это человек, о котором, если не считать, Касперских, о котором первым я услышал в мире информационной безопасности. Продолжаю читать его блог постоянно, периодически, даже задаю ему вопросы в Твиттере, и он отвечает. Подведем итоги. И пусть выборка у нас не очень репрезентативная, но у нас не какое-нибудь социологическое исследование, а гадание на кофейной гуще. Как мы выяснили, молодые специалисты обладают хорошей теоретической базой. Однако из-за недостатка практического опыта они не видят информационную безопасность во всей ее полноте, а потому предпочитают ресурсы, которые подают информацию, включая модной прикладной безопасности. Молодое поколение не понимает, зачем нужно слушать хоть и известных профессионалов, но тех, на кого навешаны ярлыки бумажных безопасников. Понадобится пару лет для того, чтобы пропитаться реальными информационной безопасности и заново открыть для себя тех экспертов, которые сейчас выпадают из их поля зрения. А мы завершаем наш репортаж и напоминаем, что встретиться лицом к лицу с молодыми специалистами, а также послушать уже состоявшихся экспертов из России и других стран, вы можете уже скоро на Positive Hack Days. Приходите сами и смотрите наш репортаж. Спасибо, что досмотрели наш сюжет до конца. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!